Приветствую друзья. Вы часто спрашиваете о ЦАПах с поддержкой гарнитурного блока. Так вот, я нашел для вас кое-что получше. У QWIRS Allegro Mini нет соединительного кабеля, значит нечему перетираться и ничего позорно не болтается. Приятный металлический корпус и целых два параллельных выхода на 3,5 и 4,4 мм джек. Мощности у него примерно 30 мВт на 32 в нагрузки, а по разрешению до 32 бит 384 кГц для PCM и DSD-128. Любопытный девайс, с ним мы сегодня и будем разбираться. Поехали. Коробка у него максимально простая, внутри был только сам ЦАП. Начинку от нас к сожалению скрыли, но исходя из мощности, наличию поддержки DSD и гарнитурного блока. Там что-то из актуальных кодеков со встроенной усилительной частью. Корпус у Allegro Mini полностью металлический, с Type-C штекером и двумя выходами на торцах на 3,5 и 4,4 мм джек. Потребление тут практически отсутствует. Всего 0,15 ампера. Ниже я еще не встречал. При этом громкостью нас совершенно не обидели. Никаких трайверов естественно нет, но они здесь собственно и не нужны. Все измерения я проводил в 24 бита 96 кГц с каждого из выходов на ЦП и Ванда Космос. В результате узнал, что оба выхода имеют уровень в один ВРМС, а для 4,4 мм нам еще как-то организовали вторую землю. Взаимопроникновение каналов там немного лучше, чем на 3,5 мм. АЧХ отличная. Шумы на минус 144 дБ. Высокий динамический диапазон, а искажения в случае гармонических составляют минус 94 дБ, что в процентах равно 0,36 дБ. Интермоделяционные же достигают минус 97 дБ. Что сказать, лет 10-15 назад это было бы шикарно, но сегодня как-то средненько. На слух Олегро Мини тоже шаблонов не рвет. Да, звук у него масштабный, жирненький, в меру выразительный и очень музыкальный. Но прямо в разрешении и разделении он не уходит, чуть смазывая тайки и добавляя эдакого тумана. В плюсы также отнесу отсутствие чрезмерной резкости, как это было, например, в EPS TP35 и легковесности, как в Blon V1. С акустической массой и балансом частот здесь полный порядок. Но ощущение серьезного звучания аппарат, к сожалению, все равно не дает. Дабы как-то компенсировать массивность, очень рекомендую взять к нему какие-нибудь быстрые агрессивные наушники. Например, что-то от Noulish Zenith или Terra N. Низкие частоты тут глубокие, середина мягкая, обволакивающая, а верха чуток прибраны назад. Радует, что здесь есть поддержка гарнитуры и нет явно выраженных проблем. Однако это уровень любого современного смартфона или ноутбука со своей звуковой картой. Только нам добавили 4,4 мм разъем и мощности на выходе 30 мВт, а не классические 15 или 20. Слушать можно, но это не что-то особенное. Если в вашем телефоне нет аналогового выхода и вы ищете что-то очень экономичное, с поддержкой микрофона и хорошей выходной мощностью, это именно оно. Пользоваться удобно, без лишних проводов, да и смотрится аппарат довольно стильно. Итогом мобильный ЦАП Kiwi Irs Allegra Mini в меру компактен, с выходным уровнем в 1 ВРМС и 30 мВт мощности, очень низким энергопотреблением, 4,4 мм разъемом и полной поддержкой гарнитуры. По измерениям он средненький, по звуку тоже горизонтов не открывает. А значит пригодится лишь тем, кому нужен аналоговый выход на ноутбук, планшет или любой современный смартфон. Нормальный девайс, но без какой-либо аудиофилии. А у меня на этом все. Это был мобильный ЦАП Kiwi Irs Allegra Mini. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме, на них обязательно нужно подписаться. Всем, друзья, добра!